Всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет клон Ватера Твинхаммера от компании Well Toys. Масштаб у нас 1 к 10 и продается она на сайте Herbesta за 164 доллара. У Well Toys есть еще одна технически точно такая же модель. Отличается только кузовом, точнее, как сказать, клеткой Axial Wright и другими колесами. Обзор на эту модель вы наверняка уже у меня видели, но если кто-то не видел, в описании найдете ссылочку на этот обзор. Итак, эта модель почти полная копия Ватеры Твинхаммера с независимой подвеской впереди и заблокированным мостом сзади и двухступенчатая у нее трансмиссия. Итак, в комплекте у нас идет сама модель, пульт управления 2,4 ГГц и это опять же клон аппаратуры Futaba 4 PLS. Зарядное устройство, LiPo аккумулятор и инструкция с баллонником. Основные размеры нашей модели. Длина 50 сантиметров, ширина 25 сантиметров. Весит модель примерно килограмм 800 грамм. Пульт управления. Как я уже сказал, это почти полный клон, точнее, футабовской аппаратуры. Пульт также четырехканальный. Третий и четвертый каналы трехпозиционные и имеют настройки конечных точек. Все крутилки и вертелки расположены точно также. Рулевое колесо точно такое же. Очень мягкое и очень приятное на ощупь. Единственное и самое большое, пожалуй, отличие, это немного меньший по размеру экран и совсем другое меню. Работает пульт от 6 пальчиковых батареек. Ну и вот пара кадров для сравнения клона и оригинала. Теперь по электронике. Регулятор на этой модели, также как и на предыдущей, установлен коллекторный, совмещенный с приемником и полностью защищен от воды. Мотор у нас тоже, соответственно, коллекторный, 540-го размера. Воды он тоже не боится. Рядом находятся две сервомашинки. Одна вот для руля, а вторая для переключения передачи на трансмиссию. На мосту установлен пластиковый кардан с остальными крестовинами. А к передней независимой подвеске идет ЦВТ-привод. Шестерни в мосту и приводи металлические. Мост у нас полностью заблокированный. То есть перед у нас не заблокированный, а зад заблокирован полностью. Передняя подвеска у модели пластиковая. Металлические только держатели осей. И вместо костей используются ЦВТ-привода. Наконечники утяг пластиковые. Амортизаторы тоже пластиковые. Преднатяг у них регулируется проставками. Трансмиссия здесь двухступенчатая. С передаткой 1 к 18 и 1 к 33. Установлен пластиковый спур и двойной слипер. Переключаются передачи с пульта. Диски разборные диаметром 1,9 дюйма. Пластиковые с бедлоком. В них есть отверстия для воздуха. Если будете кататься по лужам, то их нужно обязательно заклеить. Сама резина достаточно мягкая. С глубоким и весьма интересным протектором. Посмотрим, как она будет ехать. Диаметр колес 108 миллиметров. Кузов, как я и говорил ранее, это почти полная копия Ватеры Твинхаммера. В котором есть некое подобие панели приборов и водитель. Точнее, его голова. Сзади, как можете видеть, расположено запасное колесо. И рядом с ним место под небольшой такой аккумулятор. 105 миллиметров на 34 миллиметра. Ходы подвески здесь очень большие. Практически такие же, как на Краулин. На этой модели можно как погонять, так и поползать. Это, конечно, не полноценная трофейка и не гонка. А что-то среднее. Но доставить массу удовольствия она вам точно сможет. Напомню еще раз, что это у нас склон Ватера Твинхаммера. А стоит она около 400 долларов. А ВЛТО есть всего 160. Качество модели в этой просто отличное. За 20 покатушек на предыдущей модели ничего не сломалось. И напоследок несколько кадров для сравнения с предыдущей моей моделью. Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Задавайте свои вопросы в комментариях и не забывайте ставить лайки. Всем до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok